есть интересная тема для обсуждения свободный рынок что это вообще за механизм как он работает насколько он свободен от чего свободен и от кого и вообще откуда взялось это понять ну тут даже если поразмышлять то свободного же нет вообще ничего ну как собой но есть свободный человек но он не свободен вот если мы вдвоем с тобой мы же не свободны с одной стороны я завишу от твоих слов ты зависишь от моих слов так же и рынок то есть он все равно на чем-то основывается от чьих-то действий зависит получается что такое свободный рынок ну исходя из понятия гласовских свобода абсолютно не бывает значит и такой же он свободный там где есть человек и его воля он сразу он любую любую свободу сделает не свободы в сам свою сторону давай то есть это будет тема даже да 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 приветствую вас уважаемые зрители эволюционер такой вопрос существует ли свободный рынок может ли рынок быть свободным или им в любом случае кто-то управляет согласно википедии свободный рынок это рынок свободный от любого постороннего вмешательства включая правительственное регулирование на котором цены устанавливается свободно без постороннего вмешательства исключительно на основании спроса и предложения свободный рынок противопоставляется регулируемому рынку на котором правительство прямо или косвенно регулирует цены или поставки. Эволюционер. Приветствую вас, уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Как сказал Кихот, мы, медитируя с ним, играя над рынкой в органе, задались вопросом, существует ли свободный рынок. Может ли рынок быть свободным? Или им в любом случае кто-то управляет? Рассмотрим эту проблему с помощью метода дискуссии по правилам дискуссионного клуба Полтава. Аргументы в пользу свободы рынка подготовил и озвучит Кихот. Аргументы противоположной позиции озвучу я Эволюционер. Итак, приступим. Уважаемые зрители, Эволюционер, предлагаю первый синий аргумент в пользу существования свободного рынка. Звучит он так. Свободный рынок это теоретическая абстракция. В реальности любой рынок является в определенной степени несвободным. Дело только лишь в степени такой несвободы. Поэтому мы и так можем дать однозначный ответ на вопрос. Существует ли свободный рынок? Его не существует в реальности. Но он существует только как некая идеальная модель, которая нужна только лишь для экономических, политических, научных целей. Это некий образец, эталон, с которым сравнивают все реальные рынки. И по степени, в которой реальный рынок отклоняется от свободного, можно определить степень свободы такого реального рынка. Итак, свободный рынок существует как эталон. Существуют различные показатели, которые оценивают отклонения реальной экономики от эталона. Например, начиная с 1995 года ежегодно рассчитывается так называемый индекс экономической свободы, который базируется почти на 50 параметрах. Этот индекс и показывает отклонение реального рынка от свободного. По данным 2018 года наивысший рейтинг свободы у Гонконга 90,2 единицы. Украина на 150 месте с рейтингом 51,9. Подобные рейтинги и есть главным доказательством того, что в реальности свободного рынка нет. Это всего лишь теоретическая абстракция, с которой сравнивают реальные рынки. Эволюционер. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, представляю вам свой первый синий аргумент в пользу мнения о том, что рынок не свободен. Свободный рынок искусственно завышает стоимость товаров и услуг и снижает их качество. Нам уже давно рассказывают сказки про свободный рынок, который разумно саморегулируется, исходя из соотношения спроса и потребления в условиях конкуренции. Задача бизнеса прежде всего получения прибыли, а не удовлетворения нужд людей. Конкуренция, основной задачей которой является формирование доступной цены, на практике не выполняет эту функцию. На самом деле бизнес не будет работать на грани низкой прибыли. Он всегда договорится о том, на каком уровне цен будет идти конкуренция. Это ценовой сговор, при котором цены искусственно завышаются. Это особо заметно на рынке жилья, где неадекватно завышенные цены приводят к странной рыночной ситуации, когда количество населения снижается, а жилых домов становится все больше и больше, но цена на жилье не падает. Также бизнес не следит собрать последние деньги с людей в безвыходной ситуации. Это особо касается медицины. Показательная ситуация с товарами жизненной необходимости. Цены на продукты питания многократно завышаются, проходя длинную цепочку от производителя к покупателю через дистрибьюторы и продавцов. Все хотят заработать и заработать немало. Причем независимо от степени уровня своих затрат и важности вложенного труда. В системе свободного рынка, как правило, больше зарабатывает тот, кто меньше работает. Обратная сторона ценового сговора – это дешевые товары, доступные для широкого круга населения. Это продукты питания и прочие потребительские товары, дешевизна которых обоснована их низким качеством. То есть мы покупаем или что-то хорошее, но по завышенным ценам, или что-то сомнительного качества, но тоже по многократно завышенным ценам. Таким образом, участники рынка в погоне за свою прибылью сами выбирают уровень рыночных цен. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционеры, предлагаю второй зеленый аргумент в пользу существования свободного рынка. Звучит он так. Реформа Либермана-Косыгина. Это всего лишь наглядный пример, показывающий действия закона спроса и предложения, как основного закона свободного рынка. Даже в пределах административно-командной системы управления экономикой. Реформа проводилась в период годов 1965-1970. Одним из следствий этой реформы стало то, что увеличились зарплаты рабочих и в то же время уменьшилось количество выпускаемой продукции. А цены на нее остались на прежнем уровне. То есть денег на руках населения стало больше, а товаров меньше. И цена на них не увеличилась. Отсюда и возник дефицит товаров. Дефицит повлек развитие торговой мафии. А там и союз рухнул. Таким образом, какой бы рынок ни был, он всегда подчинен базовому рыночному закону спроса и предложения, который действует объективно и повсеместно. Увеличили командным решением зарплаты работникам без увеличения цен. Вся матрица экономики отреагировала появлением дефицита. Все экономические показатели взаимосвязаны. Если сделать то же самое, но отпустить цены будет инфляция. Вырастут доходы населения, но и цены на товары возрастут. И рынок придет в равновесии. Вот, пожалуйста, он свободно отрегулировался. Но ведь свободно он отрегулировался и в случае с реформой Либермана Косыгина. Это просто, что мы считаем свободой. Очень свободно возник дефицит. Таким образом, мы можем смело говорить, что все рынки свободны. В том понимании, что мы тут разъяснили. Эволюционер. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, привожу свой второй зеленый аргумент в пользу мнения о том, что рынок не свободен. Мировой рынок регулируется крупными игроками. Аналогичную ситуацию можно наблюдать на мировом рынке, в котором свободы еще меньше. Цену и территориальность мирового рынка контролируют транснациональные корпорации. На уровне государства олигархические кланы. Средний бизнес не имеет возможности конкурировать с этими структурами, занимая свою маленькую и заведомо ограниченную нишу. В странах с неустоявшейся экономикой характерно уничтожение малого и среднего бизнеса к большим бизнесам олигархическим. Ну и в развитых странах наблюдается процесс, при котором основная часть налогового времени ложится на плечи среднего бизнеса. Так как олигархи везде имеют рычаги давления на государственные структуры, шантажируя их выводом бизнеса в другие страны. Или напрямую влияя на законодательные исполнительные органы, как это проходит у нас. Помимо этой схемы, государство также обладает мощными рычагами управления рынком. Яркий пример управления рынком – это процедура установки рыночной цены на золото. До 2004 года этот процесс именовался фиксингом Ротшильда и ежедневно проводился в 10.30 и 15.00 в Лондонском банке. Семья Ротшильдов играла не последнюю роль в этой процедуре на протяжении многих лет. Позднее эту роль взяли на себя представители других банков членов Лондонского пола. Но процесс остается таким же. Так что никакого свободного рынка нет. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционер, предлагаю третий красный аргумент в пользу существования свободного рынка. Звучит он так. Черный рынок. Черный рынок – это одна из разновидностей реального рынка, который действительно является относительно свободной. Ведь в этом рынке отсутствует прямое государственное регулирование и налогообложение. И он подчиняется закону спроса и предложения. Например, торговля наркотиками, проституция и так далее. Хотя, как я уже сказал в первом аргументе, идеально свободного рынка не существует в природе. Это теоретическая абстракция. Черного рынка это тоже касается. Он гораздо свободнее относительно легального рынка, но тоже имеет степени несвободы. Например, приходится принимать меры защиты от правоохранительных органов. А это дополнительное ограничение на свободу. Кстати, мы поставили тезис для дискуссии о свободном рынке. Но мы ведь не ввели ограничения, о каком рынке идет речь. Рынков ведь тоже много разных. Фондовый, биржевой, фондовый по отдельным биржам, биржевой по отдельным биржам, рынок тот, что базар, рынок отдельных видов товаров, рынок отдельных стран и так далее. Разумеется, что во всем этом многообразии существуют более или менее свободные рынки. Другие являются более или менее несвободными. Уважаемые зрители, эволюционер. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, представляю вам третий красный аргумент в пользу мнения, что свободного рынка не существует. Рынок не позволяет использовать достижения науки. Рынок не свободен еще по причине того, что он не может эффективно использовать достижения науки для улучшения качества жизни, качества продукции и ее удешевления. Ни для кого не секрет, что новейшие достижения мировой науки прежде всего используются в военной сфере, то есть для уничтожения себе подобных. Любые технологические инновации, насколько бы прогрессивны они не были, не могут быть реализованы, если они ставят под угрозу устоявшийся рынок. Например, ни один вариант альтернативного вида энергии не выпустят на рынок, так как на нем господствуют нефтяные и газовые магнаты. Яркий пример тому электромобиль GM EV1, выпуск которых был налажен в США еще в 1994 году. Более того, для них создавалась сеть электрозаправок. Тем не менее, под давлением определенных сил, компания-производитель была вынуждена отозвать все авто, якобы по причине обнаруженной неисправности. После чего все электрокары были уничтожены. Десяток оставшихся машин размещен в различных музеях с договором о запрете выезжать на них на дорогу. Электроника этих машин уничтожена. И только через 14 лет вновь начали говорить об электрокарах. Вот такой свободный рынок. Как говорилось в первом аргументе, задача бизнеса это прежде всего получение прибыли. Рынок не может быть свободным, как и любая другая структура, в которой обращаются деньги. Концепция свободного рынка необходима только для того, чтобы никто не задумывался о том, кто же им управляет на самом деле. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционер. Мы озвучили аргументы по вопросу, существует ли свободный рынок. Может ли рынок быть свободным или им в любом случае кто-то управляет. Я сказал три аргумента в пользу этого тезиса. Эволюционер против. А сейчас каждый из нас скажет свой итог. Мой итог, моя желтая карточка, он таков. Свободного рынка, на котором цены определяются исключительно спросом и предложением, в принципе не существует. По сути, свободный рынок это чистая идея, теоретическая абстракция. Все рынки в определенной степени не свободны. Но базовый закон свободного рынка, закон спроса и предложения, неизменно действует в любом рынке. Хоть в свободном, хоть в несвободном. Таким образом, существует свободный рынок не в плане установления цены, а в плане работы закона спроса и предложения. Еще раз, на любом рынке цена не устанавливается только лишь спросом и предложением. Всегда имеем чье-либо ручное влияние, хоть прямое, хоть косвенное. Но установленное в ручном порядке, такая цена влияет как на спрос, так и на предложение. Я закончил. Уважаемые зрители, эволюционер. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, мы закончили дискуссию и подводим ее итог. В процессе дискуссии можно прийти к выводу, что противопоставление теории свободного и планового рынка приводит к одному выводу. Идеальный рынок это и есть гармоничное сочетание элементов планирования и разумной конкуренции. Свободы предпринимательства и обоснованного ограничения частного капитала. Но на данном историческом этапе, обществу навязываются стереотипы свободного рынка без возможности альтернативного выбора. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, мы закончили нашу дискуссию. Смотрите наши дискуссии, присылайте вопросы, которые вам интересны, мы их обязательно обсудим. И самое главное думайте, потому что если вы не будете думать сами, кто-то будет думать за вас, но не в вашу пользу. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот.